В этот день, 19 февраля 1594 года, царь Фёдор Иванович отдал приказ о строительстве на реке Аби города Сургута. Большинство городов и городков в Сибири на такой широте и в таких природных условиях появились относительно недавно, в 20 веке. Сургут – исключение. Большой город на Аби, который был поставлен аж в конце 16 века, по следам завоевания Ермака. И, кстати, Сургутом называли тогда всю область на Среднее Аби, переводилось с местного языка это примерно как «рыбное место». Фёдору Борятинскому и Владимиру Анечкову быть на службе в Сибири вверх по Абирике, ставить город в Сургуте. А пришед князю Фёдору и Владимиру в Сургут, в котором месте пригожи, высмотря место крепкое, поставить город. Это из высочайшего повеления о строительстве города, всего на несколько лет позже Тобойска. Насколько суровыми были эти места, говорит тот факт, что почти весь 17 век население Сургута только уменьшалось. К концу столетия здесь было менее 200 жителей. И интересен был центральной власти, прежде всего, как место ссылки. Осужденные народовольцы, декабристы, писатель Короленко побывали здесь. Втроё рождение города – это уже 50-е годы 20 века. Фарман Салманов, советский геолог, который не раз говорил, у меня слишком большое желание отыскать нефть, и мы обязательно найдём её под сургутскими болотами. Он был из тех, кто был убеждён, что в местной земле должны быть озёра и моря нефти. Считается, что свою бригаду он буквально самовольно отправил под хмурый посёлок Сургут. И своего добился, найдя несметное количество чёрного золота. Сегодня Сургут – это город почти в 400 тысяч жителей столицы российского нефтяного края. 19 февраля 1793 года государин Екатерина II издал указ, разрывающий все отношения с революционной Францией. Запрещался ввоз в Россию ведомостей, журналов и других сочинений. В этот день 19 февраля родились Алексей Денисов-Уральский, русский художник и камнерез. Никифор Бегичев – крепкий мужчина, обладатель характерных ботсманских русов. Он ботсманом и был в нескольких знаковых русских полярных экспедициях. В том числе у барона Толя на яхте «Заря». Она должна была отправиться на поиски загадочной земли Санникова. А потом был ботсманом у будущего адмирала Колчака, когда они занимались поиском пропавших товарищей. Случилось ему там спасти жизнь Колчаку. Я шел передом, увидел впереди трещину, с разбегу перебрыгнул ее. Колчак тоже разбежался и прыгнул, но попал прямо в середину трещины и скрылся под водой. Я бросился к нему, но его не было видно. Потом показалась его рубашка, я схватил его за нее и вытащил на лед. Потом я снял с себя ягерское белье и стал надевать на Колчака. Такой лихой человек на всю жизнь искал себе приключения, презирал опасности. Он побывал и в схватках русско-японской войны. А потом широко занимался пушным промыслом на Таймыре, попутно совершая настоящие географические открытия. Открывая острова, два из них названы его именем. В 1920-х годах, когда он уже был далеко не юн, продолжал наматывать километры по тундре, причем замерял расстояние по закрепленному на нартах велосипедному колесу с садометром. А случай с Колчаком закрепил за ним реноме полярного спасателя. Бегичев еще спасет людей из экспедиции Великийцкого в 1915 году, да спасал пару человек Амунсона в 1921 году. Он умер не в постели, а в очередном походе зимой от жестокой цены. Также 19 февраля родился Юрий Олеша, известный советский писатель, автор романа-сказки «Три толстяка». 19 февраля 1930 года в Ленинграде начали снимать колокола с Исаакиевского собора. Это было частью борьбы советской власти с религией. 19 февраля 1986 года в космос запущена орбитальная станция «Мир». В год запуска станции «Мир» в журнале «Наука и жизнь» вышла характерная заметка. Трудно, пожалуй, найти бортовую систему или комплекс научных и инженерных решений, реализованных на станции «Мир», которые не представляли бы собой шаг вперед по сравнению со станциями предыдущего поколения. Огромный дом на орбите. Самое главное же его отличие от всех предыдущих орбитальных станций – модульность. Причем стыковка их должна была проводиться и в поперечном направлении, как никогда ранее. И так, как могли представить себе только писатели-фантасты. Станция «Мир» оказалась на удивление надежной и живучей. 15 лет работы вместо пяти расчетных. Первый космический турист, американский миллионер Данис Тита. Сотни космонавтов. Более 23 тысяч экспериментов на борту. В день, когда станцию «Мир» решено было затопить в Тихом океане, у сотен людей были на глазах слезы. Таким был этот день, 19 февраля.